Вот родители. Есть у нас жалобы по питанию? Нет, никаких. Поэтому второй ребенок, что у него нет, никаких жалоб. 380-й детский сад. Один из тех, кто фигурировал в жалобах, которые поступили в прокуратуру республики. От общения с журналистами родители воспитанников, которые обратились в надзорное ведомство, воздерживаются. Тем не менее, в своих жалобах отмечают, что порции молока и соков уменьшились в половину, а курицы и рыбы на треть. Однако в самом садике факт ухудшения питания категорически отрицают. Питание отличное. Фрукты без перебоя, сок без перебоя. Поэтому овощей вообще сверх нормы. Причины жаловаться я не нахожу. Тем родителям, которые действительно недовольны, нужно прийти к заведующей и попроситься в часы приема пищи в группах и попробовать эту пищу мы с удовольствием угостим. Напомню, это не первый скандал, связанный с питанием в детских садах Татарстана. Прошлой зимой в ряде дошкольных учреждений заметно убавили порции, а вместо свежих фруктов детей кормили макаронами. На кухнях некоторых детсадов и вовсе обнаружили гнилые овощи. А в Верхнеуслонском и Нижнекамском районах были зафиксированы факты поставки в детсады просроченного куриного мяса. И вот в октябре в прокуратуру поступили новые жалобы от родителей. В данной жалобе заявителям обозначена проблема, связанная с перебоем в поставках ряда продуктов питания, а именно мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей при организации питания детей в детском саду. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц детских садов, ответственных за организацию питания детей на местах. Кроме того, будет проверена деятельность Департамента продовольствия и социального питания города Казани на предмет своевременности и полноты финансирования. В 380-м детском саду сегодня заявили, что к проверке прокуратура готова, скрывать им нечего. По словам заведующей, размер порции не изменился, говядину сомнительного качества к ним не завозили, а детей в последнее время кормят куриными грудками. Подтвердятся или нет, факты, изложенные в жалобах, станет известно после того, как проверка будет окончена. А пока она идет, родители и воспитанников детских садов просят сообщать в прокуратуру о нарушениях в организации питания. Если они, конечно, есть. Светлана Белова, Альфред Камилевский, Эфир 24.